Приветствую всех в JobSchool, с вами я, Достан. И, как видите, приближается лето, и нам нужно подготовиться к нему, изучить пару новых слов. В сегодняшнем уроке мы с вами разберём различия между словами trip, journey и travel. Давайте же начнём наш урок. Первое слово – это travel. Оно, конечно же, означает путешествовать, то есть ездить с одного места в другое. Например, I travel by train. Я езжу на поезде. Также многие используют commute. I commute by train. Следующее слово – journey. Это слово говорит нам о дистанции, времени в пути с одной точки до другой. Вот пример. How long is your journey to walk? Сколько километров времени занимает твоя поездка до работы? Также journey может быть глаголом, означающим совершать путешествие, поездку или рейс. Пример. I journeyed for 30 minutes. Акцент тут делается на сам процесс поездки. Ещё одно слово, которое мы используем – это trip. Оно является одним из самых часто употребляемых слов в английском языке. Сразу небольшой пример. How was your trip to Singapore? Как прошла твоя поездка в Сингапур? Trip используется, когда хотят сказать о поездке, в которую поедут и обязательно вернутся. Вот выражение, связанное со словом trip. Return trip – поездка туда и обратно. Business trip – командировка. Wedding trip – свадебное путешествие. Смотрите. I'm going to a wedding trip. То есть, вы там не останетесь надолго. Вы обязательно вернётесь, так как это просто свадебная поездка. А в первом вопросе – how was your trip to Singapore? Вам нужно ответить, как прошло само путешествие в Сингапуре. Что делали, ели и так далее. Следующее слово – to. Пример. We're to Spain. Это слово также переводится, как путешествие, тур. Но чаще всего ваше путешествие не ограничивается одним местом. То есть, после Испании вы также полетите во Францию, Германию и другие страны. Вы, наверное, слышали такое выражение, как world tour – кругосветное путешествие. И последнее слово – excursion. Итак, пример. То есть, go on an excursion означает отправиться на экскурсию. Немного схож со словом trip. Но excursion относится к школьным и студенческим вылазкам. А на этом наш урок подходит к концу. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на канал. И также обязательно напишите что-то в комментариях, куда вы хотите поехать этим летом или куда собираетесь. А мы увидимся завтра. See you tomorrow. Bye-bye.